Акцент на ЖКХ. Начисление коммунальных платежей в крае и тему завышения тарифов теперь будут отслеживать прокуроры. Взаимодействие ведомства и региональной власти обсудили в краевой столице с участием заместителя генпрокурора России. Курортный сбор в Сочи повышаться не будет. По итогам же прошлого года он составил 122 миллиона рублей. Куда направят вырученные средства? Путевка в Сочи после 197 дней на МКС. Российский космонавт впервые проходит послеполетную реабилитацию в здравнице курорта. Мы начинаем КВН. Планета Сочи прошла высшую лигу клуба веселых и находчивых. Сегодня команда готовится к первой игре нового сезона. Стрельба и драка. ЧП произошло сегодня в Олимпийском парке Сочи. Случилось все в 14.30 неподалеку от отеля «Богатырь», пишут кубанские новости. Ну а по словам очевидцев, на Олимпийском проспекте скопились десяток автомобилей и столько же молодых людей, которые начали выяснять отношения. А именно набросились на одного из мужчин и начали его бить. Тот убежал, но вернулся уже с оружием и открыл огонь. Судя по всему, из травматического пистолета. Тут же на месте происшествия появился наряд полиции. Информации о пострадавших на данный момент нет. Начисление коммунальных платежей в крае и тему завышения тарифов теперь будут отслеживать прокуроры. Взаимодействие ведомства и региональной власти обсудили в краевой столице. В расширенном заседании коллегии принял участие заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть и глава Кубани Вениамин Кондратьев. О результатах прошлогодней работы доложил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Особое внимание в назорном ведомстве уделяют проблемам до любого строительства. Благодаря совместным усилиям прокуратуры и краевых властей удалось принять закон о защите право обманутых дольщиков. Сегодня он успешно действует на территории края. Ваша практика является передовой и не только по округу, но и по стране. И это касается и вопросов подходов к учету объектов проблемных домов. Мы изменили, скажем так, само определение проблемности этого дома и правовой оценки действий не только недобросовестных застройщиков, но и всех должностных лиц, чьи действия либо бездействия привели к нарушению прав граждан. Отмечу, что фактически все совместно выработанные с вами идеи находят понимание и на федеральном уровне. В результате принятых совместно с органами власти мер восстановлены права 40 тысяч граждан, введено в эксплуатацию 117 долгостроев, инициировано принятие краевого закона, который расширил критерии признания недостроенных домов проблемными объектами и определил порядок подбора инвесторов. Каждый такой дом под пристальным вниманием и надзором прокурора. Совместные действия исполнительные власти, органов местных, с управлением прокуратурой привели к локализации очень проблемного направления, это обманутые дольщики в нашем крае, и сегодня есть конкретный результат. А в первую очередь результаты в том, что был создан краевой закон, то есть то правовое поле, согласно которому мы смогли выходить из этой ситуации, выходить с результатом, еще раз подчеркну. Дольщики видят, что прошлый год показал результат, значит они надеются, что в этом году результат продолжится в части того, что они будут вселяться в свои квартиры. Так вот, я почему сказал, что здесь очень вовремя среагировали, это личная сегодня заслуга, я считаю, Андрея Владимировича, спасибо вам огромное в целом и от тех людей, которые вселились, коллеги, их полторы тысячи человек. Это и есть результат совместной деятельности, конкретной. Вениамин Кондратьев поблагодарил прокурорский корпус за активное участие в законотворческой деятельности. Глава региона отметил взаимодействие ведомства и краевой власти, также в вопросах безопасности, борьбы с коррупцией и соблюдения закона. Во время своего выступления губернатор попросил прокуроров усилить контроль в сфере ЖКХ. Приставленного внимания сегодня коллеги в том числе требует с вашей стороны и сфера жилищно-коммунального хозяйства, в том числе начисления коммунальных платежей. По крайней мере, из чего складываются эти цифры, которые приходят в квитанциях. Поэтому здесь, конечно, своевременное прокурорское вмешательство в водительность тех компаний, которые только присылают квиточки и не чувствуют социальной ответственности за те цифры, которые они в них вписывают, тоже залог того, что мы сделаем прозрачной, в том числе и деятельность жилищно-коммунального хозяйства. И вот здесь еще сподчеркиваю, своевременное вмешательство прокурора, оно просто не позволит им играться и баловаться, в том числе и где-то с завышениями тарифов на те или иные коммунальные услуги. Неизменным приоритетом для нас осталась борьба с коррупцией. Выявлено более 8 тысяч нарушений, за совершение которых 2 тысячи лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Для организации уголовного преследования следственные органы было направлено 64 материала в отношении коррупционеров. Они причинили учерб на сумму 225 миллионов рублей. В судебном порядке инициировано возмещение 30 миллионов рублей, полученных чиновниками в результате незаконного обогащения. Ключевой задачей продолжает оставаться качественное разрешение жалоб граждан. За защитой своих прав в органы прокуратуры края в прошлом году обратилось 230 тысяч жителей. Каждый четвертый на личном приеме. Также благодаря прокурорским проверкам на Кубань удалось выплатить долги по заработной плате более чем на 526 миллионов рублей. Контролируйте, надзирайте, невзирая ни на что. Насколько качественно деньги выделяются, насколько качественно проходят закупки, насколько качественно выполняются работы, особенно за бюджетные средства. Олег, знаете, особо обидно, когда деньги есть в бюджете, а результатов нет. У нас один дорожный фонд в этом году составит 31 миллиард рублей. Дорожный фонд, коллеги. Поэтому нам важно, чтобы здесь и строительство, в том числе, дороги, и их качество, да, и на самом деле, насколько они строятся, или только на бумаге, это тоже ваша поднадзорная деятельность. Вам подконтрольна отчасти с точки зрения и законности компании, которая привлекается, ну, конечно, и результатов их работы. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. КОСЬ-КОСЬ С днем студента учащихся Кубани поздравил Вениамин Кондратьев. Татьянин день. Губернатор вместе со своим заместителем Анной Меньковой посетил сразу два учебных заведения – Краснодарский технический колледж и Государственный институт культуры. Обращаясь к студентам, глава региона пожелал им удачи, но посоветовал надеяться не только на нее, а в первую очередь на свои собственные знания, ведь успех этих молодых людей – это успех всего края и страны. Краснодарские коллеги продолжат тему. Два часа и щит для управления лифтом собран. 16-летняя Мария Румянцева с легкостью справляется с электрическими проводами и блок-схемами. Для юной девушки отвертка, кусачки и спецовка куда ближе, чем, например, работа в офисе. Экономистов очень много, а вроде как электриков не сказала бы, что много, к тому же это востребована профессия во многих сферах. Я понимаю все это в проводах, как читается схема. В этих учебных классах студенты Краснодарского технического колледжа на практике применяют полученные знания. Боксы имитируют реальные объекты. Тут можно собрать модель электропроводки для квартиры или научиться искать обрыв цепи. Так, у нас здесь есть сигнал, значит, ну здесь все налажено и все работает. Первый в крае ресурсный центр на базе колледжа. Он объединяет в себе семь лабораторий. И несмотря на то, что сегодня у студентов праздник, в кабинетах кипит работа. Небольшой перерыв только когда в класс зашел губернатор, который приехал поздравить будущих специалистов. Венимин Кондратьев узнал у молодых людей, насколько им комфортно учиться в таких условиях. Ресурсный центр, что это для вас? Получение нового опыта в наших специальностях. И для нас это какой-то прогресс. То есть то, что мы изучаем какие-то новые схемы, нам это интересно. Дает возможность поработать с тем или иным оборудованием, которое будет работать, с чем мы будем работать. И это, пожалуй, главное преимущество подобных ресурсных центров. Ведь они позволяют готовить студентов для реальной работы в современных условиях. Специализирован центр Капитенса, который аккредитован по международным стандартам. То есть подготовка электриков, электромонтажников на базе вот этого именно центра проводится по аккредитации международного стандарта, союза WorldSkills. Мы здесь готовим высококачественные ресурсы для сегодня современной нашей промышленности. Современнейшие ресурсы, высокоподготовленные кадры. Конечно, рывок не только в промышленности, а во всех отраслях экономики. Вот что здесь мы готовим. Мы готовим будущее, в том числе высокотехнологичные промышленности. Вот такая сегодня стратегическая задача в том месте, где мы с вами находимся. Подготовить тех, кто завтра будет делать этот прорыв, этот рывок. И слава богу, что у нас есть такой ресурсный центр. Это не то, что ресурс, это наша надежда. Надежда, что завтра мы не будем не только покупать технологии, но и сами их создавать. Для самореализации в колледже есть все условия. Начиная от современного оборудования для оттачивания навыков до тренажерного зала, который, кстати, студенты собрали своими руками. Например, эти гантели делали в собственной слесарной мастерской. С таким же заряженным настроением, как на тренировках, ребята готовились и ко встрече с губернатором. У каждого была возможность задать первому лицу края свои вопросы. Венимин Кондратьев, в свою очередь, обратился к аудитории и отметил, что время сейчас новое, и это открывает перед молодыми людьми огромные возможности. Главное, ничего не бояться. Нужно максимально попробовать то, что позволит вам совершить жизненный прыжок в успех. Это только в молодые годы можно почувствовать, ощутить и не потерять вот этот старт, разгон. С полным осознанием, где вы в жизни найдете себе применение. Не просто сидите за партами, не просто. Все время находитесь в поиске, пока вы еще в молодых годах, пока вы еще на старте. Вы всегда помните об этом, что слишком большая ответственность, в том числе на вас за принятое решение перед своими родителями, в первую очередь перед своей семьей, перед будущими вашими поколениями, вашими уже детьми. Я, конечно, хочу вас поздравить, но самое главное пожелать. Не потеряйте свой потенциал в свои 15-20 лет. Раскройте потенциал, почувствуйте, где вы максимально в жизни будете успешными. И совершите прыжок, прыжок из этих стен в большой жизненный успех. Президентский указ о дне российского студенчества был подписан в 2005 году. Но самой традиции весело встречать этот день с однокурсниками уже более 200 лет. Пожалуй, ответственнее всего к торжествам. В честь праздника отнеслись в Краснодарском институте культуры и искусств. И это понятно. Будущие актеры, режиссеры, сценаристы сами вышли на сцену и устроили концерт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущим работникам культуры сегодня тоже повезло. Они смогли пообщаться с губернатором. Венимин Кондратьев приехал в ВУЗ поздравить студентов. Но сначала ему устроили небольшую экскурсию по самой творческой альмаматор Кубани. Главе региона показали ноу-хау – музыкальный кадетский корпус. Поступить в него могут мальчишки после пятого класса. Кроме школьной программы, здесь шесть лет обучают игре на духовых инструментах. Можно сказать, что это самые юные студенты. Я думаю, что у ваших сверстников еще два года назад не было такой возможности. А у вас есть. Сегодня государство делает все, чтобы выгрузы состоялись. А кем ты, когда выросли, хочешь стать? С дирижером. С дирижером. Слушай, это очень ответственно. Какой ты молодец. А как звать тебя? Мастер. Я с Англией. Да я думаю, что может запросто быть не только Кубани, но и всей страны России. Сможешь? Это точно. Ну посмотрим. Сколько лет это должно пройти по твоим подсчетам? Шесть. Знаешь, я желаю тебе удачи. Давай, удачи тебе. Я думаю, что главное, чтобы ты не изменил своей мечте стать дирижером. Известным дирижером, большим дирижером. Очень важно прививать родную культуру с детства. О сохранении кубанских традиций и обычаев Венемин Кондратьев говорил со студентами и преподавателями. Нельзя переоценить значение культуры для общества. В ваших руках очень серьезнейший инструмент. Серьезнейший инструмент, потому что общество именно через культуру может формировать нормы и правила. Через песни, конечно, наши песни. Через наши танцы. Через в целом кинематограф. Через спектакль. Это же подсознательно формирует, дисциплинирует, приводит к топленому знаменателю все общество. Вы будете отвечать завтра. За культуру, за нашу нравственность, за диалог, за традиции нашего великого народа. Я верю в то, что это понимаете, осознаете, чувствуете. Мы сами можем создавать и свое сегодня, и свое завтра. Краснодарский институт культуры и искусств – пример того, что инновации в образовании приходят не только в технические вузы. Интерактивная библиотека, музей народных промыслов. Везде современные технологии гармонично соседствуют с традициями. И, конечно, какой праздник без подарков. В День студентов в вузе открылась собственная спортивная площадка. Теперь уж точно про самых творческих студентов в крае можно сказать и душой, и телом. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Юлия Костина, Кубань, 24, Краснодар. Курортный сбор в Сочи в этом году повышать не будут. Об этом стало известно на встрече главы Сочи с представителями сочинских СМИ. На большой пресс-конференции Анатолий Пахомов и его заместители рассказали о планах развития во всех отраслях в 2019 году. Сначала эксперимент по курортному сбору, а он стартовал в июле. Сочи удалось собрать 122 миллиона рублей. Все эти средства остаются в бюджете города и будут направлены на развитие курортной инфраструктуры. В частности, планируется заменить лавочки на набережных, урны, установить теневые навесы, а также заменить резиновое покрытие велодорожки на всем протяжении Эмеритинской набережной. Все эти средства распределяются не то, что мы сами придумали. Мы размещали на сайте, получили информацию от жителей города, пожелания свои. И, безусловно, они были определены уже общественным советом при Министерстве курортного туризма Краснодарского края. Повторю, увеличивать размер курортного сбора в Сочи не планируют. Сегодня он установлен на уровне 10 рублей с человека в сутки. Сочи вошел в топ городов, популярных для раннего бронирования. Сервис путешествий Тутуру проанализировал продажи авиабилетов. На лето оказалось, что спрос на ранние бронирования в 2019 году упал на 8% по сравнению с прошлым годом. В целом же, при раннем бронировании чаще всего пассажиры отдают предпочтение Симферополю, Сочи, Анапе, а также Москве и Калининграду. При этом доля брони растет только для Москвы и Сочи. И все это на фоне общего падения объемов раннего бронирования. В целом, пятерка самых популярных городов, куда пассажиры покупают билеты за полгода, практически не изменилась. На первом месте Симферополь, на втором – Сочи. Москва в этом году вытеснила с третьей позиции Анапу. Замыкают топ-5 маршрутов Анапа и Калининград. Что касается цен на авиабилеты, то средний чек на полеты в Анапу и Калининград снизился на 7% и 21% соответственно. Средние цены на перелет в Крым и Москву не изменились, а в Сочи немного выросли на 4%. Проходить реабилитацию после полета российские космонавты будут в сочинских здравницах. Такое решение принял Центр авиакосмической медицины. Сейчас в оздоровительном комплексе восстанавливает силы космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. В последние годы космонавты чаще проходили реабилитацию за границей, теперь в Сочи. Многие здравницы Краснодарского края претендовали на то, чтобы работать с программами поздравлений у космонавтов. Но выбор пока сделан только в пользу Дагомыса. Самое уникальное, что это в родном доме происходит. Потому что любая зарубежная база, она все-таки зарубежная база. Гостеприимство, профессионализм тех лечебных учреждений, на которых мы останавливаемся. Ну и, конечно, оснащение то, которое полностью, еще раз повторяю, удовлетворяет требованиям, которые мы предъявляем к этому этапу реабилитации. В ноябре между Министерством курортов Краснодарского края и научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов было заключено соглашение о прохождении российскими экипажами медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в здравницах Кубани. Так что шансы других санаториев края остается. В последующем мы будем отрабатывать соответствующие программы, исходя из тех программ, которые будут предложены. Они, конечно, будут насыщены разнообразием. Будут у них определяться перечень и количество здравностей, которые будут в той или иной степени подходить для реабилитации. Первым на реабилитацию в Сочи прибыл российский космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Из космоса, где он провел 197 суток, вернулся 20 декабря и поделился с журналистами подробностями полета. А он был непростым. Случались непредвиденные ситуации. В результате пришлось дважды выходить в открытый космос. Достаточно такие сложные работы. Два выхода в открытый космос с такими очень неординарными задачами, которые также очень крайне редко когда-либо производились в открытом космосе. Поэтому я рад, что, в принципе, эта задача и этот полет выпал на мою долю. Так как это, с одной стороны, придало мне силы, опыт, который приобрел очень полезный для меня. С другой стороны, самое главное, что полет закончился удачно, экипаж жив. Для космонавта подобрана специальная реабилитационная программа индивидуальной медицинской процедуры. Кстати, Сочи вернулся к своим традициям. Первые советские космонавты после полета приезжали сразу на отдых именно в наш город. Здесь в разное время проходили реабилитацию Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Андриан Николаев, Алексей Леонов и Борис Волынов. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». С 1 февраля в России повысятся пособия ветеранам, инвалидам и родителям. Размер пособий правительства страны повышает на 4,3%. Соответствующий документ опубликован сегодня, 28 января, на сайте Кабинета министров. Повышение проводится в рамках индексации социальных выплат, предусмотренной законодательством. В 2018 году коэффициент индексации составлял 1,25%. Поясняется, что такой порядок индексации распространяется на выплаты пособия и компенсации для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. Ситуацию прокомментировала и вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. В частности, она отметила, что на обозначенную на сайте правительства компенсацию 4,3% могут рассчитывать такие категории граждан, как ветераны, Герой Советского Союза, Герой России и полные кавалеры Ордена Славы. Также отмечу, что в 2019 году минимальная величина пособия по безработице для граждан, признанных безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, составит 1500 рублей, максимальная – 8000. Для людей предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице – 1500, максимальная – 1280 рублей. Максимальный же размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января увеличился до 26 тысяч рублей вместо 24. Команда КВН «Планета Сочи» снова в числе сильнейших. По итогам фестиваля «Кивин», который проходил на побережье в 30-й раз, наши земляки прошли высшую лигу клуба веселых и находчивых. Это значит, что сочинских юмористов уже совсем скоро можно будет снова увидеть в эфире федерального телеканала. Ну а сегодня «Планета Сочи» уже готовится к своей первой игре в новом сезоне. Расскажет Ольга Десятого. В ваших глазах я вижу не мой вопрос. Неужели этот мощный коллектив выдохся и решил выехать в полуфинал на своем земляке? Не выдохлись, а напротив обрели второе дыхание. Команда КВН «Планета Сочи» попытает счастье в высшей лиге. Туда наши КВНщики попали по итогам фестиваля «Кивин». «Планета Сочи» не новичок в клубе веселых и находчивых. В прошлом году они уже играли в телевизионной лиге сильнейших. Мы в прошлом году ставили себе задачу 1-4, это минимальная, максимум полуфинал. Мы в прошлом году успешно выполнили эту задачу. В этом году у сочинских юмористов планы еще более грандиозные. Выйти в финал высшей лиги и даже выиграть ее. И все шансы есть. Они уже полюбились зрителям, их оценили коллеги по цеху. Высокую оценку они получили и от членов жюри. Конечно же, было очень приятным слова Гусмана, когда он отметил то, что это действительно прорыв. Он сказал, что за всю свою жизнь я никогда не говорил таких слов ни одной команде. А сейчас хочу сказать, что команда из Сочи меня удивила. У команды есть свой стиль. Они шутят на разные темы. Вот, например, музыкальный номер про Олимпиаду в Корее, где нашим болельщикам запретили приносить на стадионы российский флаг. Сейчас планета Сочи может с головой окунуться в творчество, не думая о материальной стороне игры. У сборной появился спонсор. Соответствующее соглашение было подписано в самом начале года. Нужно сказать, что КВН – это не просто игра, и ребята показывают себя. Это большая реклама курортного потенциала нашего города. Это большая реклама наших возможностей. Это говорит о том, что в городе Сочи есть активная, креативная и развитая молодежь. Сегодня сочинские КВНщики уже начали готовиться к первой игре нового сезона. Одна восьмая финала высшего дивизиона юмористов уже не за горами – 15 февраля. Кстати, на сцену планета Сочи выйдет в обновленном составе. Ну а за выход в четверть финал сочинские КВНщики будут бороться с командами из Питера, Сургута и Ульяновска. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.